Рододендрон, посадка и уход в открытом грунте. Большинство рододендронов представляют собой кустарники, в период цветения обильно покрывающиеся пышными, похожими на розы, соцветиями, белого, розового, сиреневого, красного, пурпурного цвета. Современные сорта благодаря селекционерам получили желтую и оранжевую окраску. Среди представителей этого растения существуют как вечно зеленые разновидности, приспособленные лишь к теплым климатическим условиям. Так и способные хорошо перезимовать в суровых условиях. Общие правила посадки. Рододендроны, выращивание и уход за которыми в открытом грунте требуют соблюдения ряда необходимых правил, допустимо высаживать весной и осенью. В любом случае это делается, когда стоит достаточно теплая погода, а почва не подвержена риску заморозков. В разных регионах страны это могут быть различные временные периоды. Цветущий рододендрон. Летом посадку рододендрона можно проводить, только когда растение не находится в фазе цветения. Когда рододендрон цветет, его не беспокоят сменой места, чтобы не навредить растению. Сделать это можно только после того, как куст отцвел полностью, выждав дополнительно еще пару недель. Когда и как сажать рододендроны в открытый грунт. Перед тем как посадить в саду рододендрон, стоит заранее разобраться в условиях его выращивания и подобрать подходящее место. Кроме того, имеют важность такие нюансы, как время высадки саженца, качество почвы на участке, соблюдение правил полива, с которыми. Следует ознакомиться заблаговременно. Что касается пересадки рододендрона, который выращивался в квартире в качестве комнатного цветка, то здесь действуют те же самые правила агротехники. Оптимальное время для посадки. Самую раннюю посадку, в середине апреля, можно осуществить в южных регионах, Краснодарский край, Северный Кавказ. В средней полосе посадку проводят в начале мая, в Сибири, на Урале, Ленинградской области на пару недель позже. Для посадки осенью оптимальным будет период с сентября по конец октября. Внимание, в осенний период важно произвести высадку за несколько недель до стойких морозов, нужно дать растению время на адаптацию. Выбор участка, декоративные качества кустарника требуют высаживать его в доступном для обозрения месте. Однако следует помнить, что речь идет о рододендроне, растении довольно прихотливом. Поэтому участок выбирать следует особенно тщательно. Предпочтительно прохладные места в тени или пространство, открытые для рассеянного солнечного света, но защищенные от порывов ветра и сквозняков. Подойдет северная зона участка, желательно наличие водоема. Если вода поблизости отсутствует, то кусты придется еженедельно опрыскивать до начала цветения. Кусты рододендрона у воды, как правильно поливать. Понять, что растение страдает от недостатка воды можно по внешнему виду листьев. Они паникают, становятся из глянцевых матовыми, постепенно теряют цвет и осыпаются. Для справки, если рододендрон садовый высажен в благоприятном месте с использованием подходящего грунта, то он нуждается в более редком поливе. В стадии цветения и сразу после ее завершения, существует повышенная потребность во влаге, нельзя допускать высыхания корневой системы. Для этого 1,2 раза в неделю в приствольный круг у куста аккуратно выливают примерно 1,1,5 ведра отстоянной воды. В жаркую засушливую погоду рекомендуется более частый полив с дополнительным опрыскиванием каждые 2-3 дня ранним утром или поздним вечером. Начиная с августа, полив сокращают до 1 раза в неделю, а ближе к концу сентября поливают рододендрон уже раз в 2 недели. Такой подход позволяет избежать вторичного роста побегов. Влажное или сухое место. Когда в выбранном для посадки месте почва легкая и проницаемая, то это ведет к хронической нехватке влаги. На таком участке растения нужно регулярно поливать мягкой, желательно, дождевой водой. Можно покрыть пространство вокруг куста слоем мульчи из сосновой коры. Благодаря этому, в летний период земля будет не так быстро высыхать после полива. Недостаток воды, возникающий при посадке в тяжелую глинистую почву, гораздо опаснее для рододендрона. Застой влаги приведет к прекращению развития корней и их загниванию. Чтобы избежать этого, кустарник рекомендуется высаживать на пологом склоне и хорошо дренировать почву. Посадочная яма и грунт. Прежде чем приступить к подготовке посадочной ямы, нужно знать каков фактический размер корневого кома, размер. Ее должен быть в 2 раза больше. Для заполнения ямы используют почву смесь с высоким кислотным показателем, в пределах 4,5-5,5 pH. Ее можно изготовить самостоятельно из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Посадка рододендрона. Если в месте посадки уровень грунтовых вод расположен высоко, то на дно ямы укладывают хороший дренирующий слой. После того, как корневой ком окажется в посадочной яме, и свободное пространство будет засыпано, грунт плотно утрамбовывают, чтобы не было никаких пустот и карманов вокруг корневища. По завершении посадочных работ приствольный круг мульчируют торфяной крошкой, рододендрон, посадкой и уход в холодном климате. Чтобы не разочароваться в выращивании рододендрона в условиях средней полосы, важно подобрать подходящий сорт. Существует множество хладоустойчивых листопадных сортов, приспособленных даже для климатической зоны Урала и Сибири. Уход за рододендроном включает в себя ряд правил, которые в состоянии соблюсти даже новичок. Поддерживать кислотность почвы, не допуская. Попадание в грунт золы, доломитовой муки, извести. Не рыхлить почву вокруг посадки, вместо этого лучше использовать мульчирование. Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей, при необходимости укрывая тканью или марли. Использовать стандартную схему полива. Высаживая рододендрон, поступают следующим образом. Выбирают подходящее место, на расстоянии не менее одного метра от других деревьев. Чьи корни могут конкурировать с растением в борьбе за влагу. Подготавливают грунт, смешав торф с садовой землей и хвоей, и дополнительно вносят минеральное удобрение с комплексным составом. Подготавливают посадочную яму и если необходимо, засыпают в нее дренаж. Помещают корневой ком саженца в яму так, чтобы сам саженец принял строго вертикальное положение. Засыпают подготовленную почву вокруг корневища, не заглубляя корневую шейку куста, она должна находиться на уровне поверхности земли. Почву утрамбовывают и поливают. Внимание! В осенний период затяжные дожди могут спровоцировать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до наступления холодов и погибнут. Чтобы не допустить их появления, кустарник опрыскивают монофосфатом или сульфатом калия. После опрыскивания полив растения запрещен, даже в случае установления сухой погоды. На какой год после посадки цветет рододендрон? Во многом, наступление первого периода цветения у саженца зависит от выбранного сорта, природных климатических, а также созданных человеком условий. В норме, при соблюдении правильной агротехники в посадке и уходе за молодым рододендроном, он зацветет примерно с четвертого года жизни. Если же был пересажен уже взрослый куст, цветение может наступить и раньше. Садоводы, попытавшиеся выращивать из семян рододендрон, цветок на нем увидят не раньше, чем через 5-7 лет. С чем можно сочетать рододендрон в цветнике? Групповая посадка из нескольких разных сортов рододендрона с отличными друг от друга периодами цветения будет изумительно смотреться и хорошо себя чувствовать. Если же хочется разнообразия, то можно высадить поблизости декоративные карликовые хвойники, которые обеспечат естественное подкисление почвы своими осыпающимися иголками. Совместная посадка рододендрона и гортензии, можно выбрать в качестве соседа гортензию. Ее метельчатые разновидности подойдут листопадным рододендронам, а древовидные гортензии хорошо сочетаются с вечно зелеными сортами. Гортензии в одном цветнике с рододендронами заполнят паузу в цветении во второй половине лета, а по агротехническим требованиям вполне совпадают с ними. Однако, размещая их вместе, следует предусмотреть возможность свободно подойти к гортензии для проведения ежегодной обрезки. Кроме того, можно использовать неприхотливые крупные и мелкие кустарники, бузину, лещину, аронию иргу, спирею, стефанандру, ракитник. Из травянистых растений рекомендуется теневыносливые, папоротники, печеночница, горянка. Отлично впишутся многолетние флоксы, теорела, камнеломка. Способы размножения. Садовые рододендроны вполне можно рассадить отводками, черенкованием и посевом семян. Для проращивания отводков по весне или в самом конце лета рядом с кустом выкапывают канавку глубиной 15-20 см, пригибают к ней одну, из ветви и присыпают землей. Чтобы ускорить процесс, можно немного повредить слой коры на побеге, который окажется в почве. Укоренение длится в течение двух лет. Черенки для размножения рододендрона заготавливают в начале июня из однолетних побегов. Со свезанных под углом в 45 градусов веточек длиной в 10-12 см удаляют нижние листья, оставляя всего 2-3 в верхней части. Далее черенки высаживают в грунт на расстоянии не менее 5 см друг от друга, соорудив над ними тепличку. Примерно через 2-3 месяца саженцы дадут корни. Для справки, семенной способ размножения пользуется меньшей популярностью из-за риска потерять большую часть посевов в борьбе с грибковыми инфекциями, а зацветет растение не ранее, чем через 5-10 лет. Размножение рододендрона отводками и черенками. Семена высаживают в конце зимы в просторную емкость с дренажными отверстиями, накрыв пленкой. Примерно через 1,5 месяца нахождения в сухом светлом месте они прорастают, пленку нужно периодически открывать для проветривания и увлажнения почвы. Доращивают рассаду при прохладной температуре. Высадить в грунт саженцы можно будет только спустя 3 года. Обрезка. Рододендрон требует обязательной правильной обрезки. Это действие стимулирует развитие куста, появление новых побегов. В весенний период выполняется санитарная обрезка перемерзших, высохших, погибших ветвей. Периодически необходимо проводить омолаживающую обрезку, удаляя все побеги, включая старые. Уход за рододендроном после периода цветения предполагает удаление увядших соцветий. В целом же у каждого сорта предусмотрена собственная схема обрезки, что связано с периодом цветения и приспособленностью к различным климатическим условиям. Как пересадить рододендрон на новое место? Главным сигналом для пересадки служит неудовлетворительное состояние кустарника в течение нескольких лет, он плохо цветет, неудачно. Зимует, долго восстанавливается. В этом случае обязательно требуется смена места расположения рододендрона. Берут необходимый инструмент, лопату у вилы, тачку. Если земля сухая, то ее слегка увлажняют, чтобы выкопанный прикорневой ком не рассыпался. Окапывают куст рододендрона на ширину кроны или немного больше на глубину около штыка лопаты. Аккуратно вынимают при помощи вилл рододендрон с комом, стараясь не повредить корни. Растения грузят в тачку и перевозят на новое подготовленное место. Аккуратно переваливают куст с тачки в яму. Важно, для лучшей адаптации на новом месте желательно соблюсти ориентацию растения по солнцу, чтобы она совпадала с первоначальным положением растения. Уход за цветком в зимнее время. Устойчивость рододендрона к холодам варьирует в зависимости от сорта, поэтому важно знать, как правильно ухаживать за рододендроном ближе к зиме. Листопадные кустарники, например, рододендрон остроконечный, канадский, камчатский и другие, легче переносят морозы, овечно зеленые. Такие как лето, шанель, эрата и прочие, зимой могут высохнуть из-за недостатка влаги. Чтобы этого не произошло, поздней осенью обязательно проводят влагозарядковый полив рододендрона. После такого мероприятия засыпают приствольный круг сосновой корой на высоту в 20 сантиметрах. Укрытие рододендрона на зиму. Можно защитить рододендрон и при помощи агротекстиля, который отлично пропускает воду, воздух и защищает. От низких температур и холодного ветра, дерево рододендрона или куст оборачивают тканью 2-3 раза и закрепляют шнуром у ствола. Еще один отличный способ защиты от морозов, укрывание обычными хвойными лапами. Проблемы болезни и вредители. Самыми распространенными для рододендрона заболеваниями являются корневые гнили. Справляются с ними при помощи профилактических действий, с наступлением тепла надземную часть куста обрабатывают фунгицеидами, например. Фитоспорин М, в приствольный круг вносят коллоидную серу. Обнаружив первые признаки болезни опрыскивают бордоской жидкостью. В борьбе с ржавчиной и пятнистостью листьев также применяют фунгициды в соответствии с описанием на упаковке. При этом уничтожают больные части растения. Главными врагами рододендронов среди вредителей можно считать паутинного клеща и рододендронового клопа. От них избавляются при помощи биологических и химических препаратов, проводя повторные обработки даже после уничтожения насекомых с интервалом в 5-7 дней. Какими бы ни были сложности посадки и ухода за рододендроном в открытом грунте, красота розового дерева побуждает садоводов браться за его выращивание. Соблюдая приведенные правила, можно разводить этот цветущий кустарник на даче в качестве одиночного растения или в составе ландшафтной композиции. Хотя освоив агротехнику, уже сложно ограничиться высадкой только одного куста или одного сорта этого растения.